Уважаемые коллеги, недавно мы заслушали демографические итоги, в том числе о снижении регистрации числа смертей. Этот тренд на снижение смертности и увеличение продолжительной жизни продолжается в Казани уже несколько лет. Мы один из немногих миллионных городов, который прирастает в количестве не только за счет миграции, но и за счет, естественно, прироста. Нас, безусловно, это радует, но это требует осмысления. Сегодня нужно подумать, как мы будем работать, нужно создавать программы, проекты с тем, чтобы наряду со строительством детских садов и школ, нужно также подумать и о поддержке нашего старшего поколения. Несколько лет назад мы начали проект «Жизнелюб», и тогда говорили о первых цифрах, 2000 посещений. За три года мы выросли до 100 тысяч посещений за прошедший год. И, безусловно, это большая работа, в том числе проект нашего президента Рустам Магалевича Миниханова по капитальному ремонту учреждений культуры. Те объекты, которые долгие годы стояли в неприглядном состоянии сегодня, настоящие дворцы культуры. Их у нас уже три, и ДК Ленина, и ЦКС Московский, и открывшийся перед Новым годом Дом культуры Сайдаш, Саид Галеева на очереди, Чулпан. Поэтому все больше возможностей для активного долголетия нашего старшего уважаемого поколения, наших детей, наших юношек, наших талантов. И муниципальные возможности в плане поддержки пенсионеров на сегодня ограничены. Это функция по федеральному закону за Пенсионным фондом Министерством социальной защиты. Тем не менее, в рамках национального проекта здравоохранения началось создание гериатрической службы. И мы хотели бы сегодня заслушать нашего коллегу Владимира Владимировича Жаворонкова, начальника управления здравоохранения, о развитии этой службы в городе Казань. Пожалуйста. Надо сказать, что для города Казань 2019 год стал знакомым в части именно развития гериатрии. И сегодня у нас есть возможность поговорить о службе гериатрии как таковой, и как о работающей модели, и поговорить о первых отчетах, которые нам удалось, и первых результатах, которые нам удалось достичь. Вы все прекрасно знаете цели, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином в своем указе от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Кроме того, в 2016 году было выпущено распоряжение правительства Российской Федерации об утверждении стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. Согласно этим нормативным документам определены приоритеты в политике охраны здоровья, разработан перечень программ с индикаторами для контроля по годам до 2024 года. Одними из таких индикаторов являются увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни с 63 до 67 лет. В городе Казани, как и на всей территории Российской Федерации, в последние годы очевиден тренд, коллеги, увеличение доли населения старше трудоспособного возраста. Это требует от нас предпринимать уже сегодня комплекс мер по работе с таким важным для общества контингентом населения. Сегодня идет активное развитие такого направления, как гериатрия, раздела геронтологии, который занимается изучением профилактикой и лечением болезней старческого возраста. В Российской Федерации разработана трехуровневая система оказания гериатрической помощи, подразумевающая обеспечение доступности лечения и преемственности оказываемой помощи. В Татарстане в настоящий момент функционируют два уровня из представленных на слайде. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» на территории города Казани в 2019 году было предусмотрено функционирование не менее 12 гериатрических кабинетов поликлиника города, а также 55 стационарных гериатрических коек в медицинских учреждениях города. Не менее важным компонентом развития гериатрии является подготовка высококвалифицированного персонала для работы в системе. С 2019 года были введены новые курсы предподготовки на базе медицинских вузов, позволяющие готовить по-настоящему уникальных специалистов. Итак, в 2019 году Министерство здравоохранения выполнило все свои обязательства в части открытия кабинета. В городе Казани через кабинеты гериатрии за отчетный год прошло около 6,5 тысяч пациентов. В 2020 году мы готовимся открыть еще 4 кабинета. Какова же в целом преемственность организации оказания медицинской помощи в части гериатрии? Механизм следующий. Врач-терапевт на участке при наличии показаний направляет пациента в кабинет гериатрии. Там гериатор проводит необходимый осмотр, комплексную оценку пациента, оценку и коррекцию психоэмоционального состояния, формирует долгосрочный индивидуальный план проведения медицинских мероприятий. Кроме того, специалисты гериатрических кабинетов проводят школы для пациентов и лица, осуществляющих уход за ними. Находятся в тесном контакте с органами соцзащиты для своевременного информирования о необходимости оказания социальной помощи. При необходимости пациент направляется на стационарное лечение в специализированное отделение. На начало 2020 года в Казани было развернуто 44 койки на базе госпиталя ветеранов войны, а также городской больницы номер 11. На этих койках лечение прошли около 800 пациентов. В 2020 году мы планируем развернуть еще 11 койок на базе городской больницы номер 11. Основными функциями стационарного отделения гериатрии является оказание специализированной стационарной медицинской помощи пациентам со старческой астении, а также проведение реабилитационных мероприятий в условиях круглосуточного наблюдения. Отдельно, коллеги, не могу не сказать, что в Республике Татарстан при активной поддержке заместителя председателя Госсовета РТТ Татьяны Петровны Луарионовой проводится республиканский конкурс на звание лучшего гериатрического кабинета. Ведь это так важно осуществлять помощь лицам пожилого возраста в достойных им условиях и с должным качеством. Цели конкурса представлены на слайде, коллеги, позволю себе их не изочитывать. Надо сказать, что все главные врачи медорганизации, где работают кабинеты, прониклись в важность работа по данному направлению. И те гериатрические кабинеты, которые работают в Казани, действительно соответствуют высоким критериям оказания помощи, указанным в критериях оценки конкурсной программы. Это и наличие условий для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья, и материально-техническое и санитарное состояние кабинета, и наличие в кабинете условий комфорта и эстетического оформления, и внедрение инновационных форм в организацию медицинского обеспечения граждан старшего поколения, ну и, конечно, эффективность функционирования кабинета. Подытожив, уважаемые коллеги, должен сказать, что забота о пожилом населении города является одним из приоритетов социальной политики, и система здравоохранения реализовывает целый ряд проектов, в том числе и по гериатрии, которые направлены на то, чтобы наши с вами папы, мамы, бабушки и дедушки получали наилучшую помощь в достойнейших условиях. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Владимирович. Представьтесь, пожалуйста. На 300 тысяч казанских пенсионеров, чуть больше 20 специалистов, пока цифра небольшая, но, как мы уже говорили, это новое направление не только для Казани, для Татарстана, но и для всей России, поэтому будем развивать и создавать гериатрические кабинеты в поликлиниках. Важно, чтобы была доступность в каждом районе, но и в целом, коллеги, курирующие заместители, глава районов, этот тренд к тому, что мы должны думать не только о проекте «Жизнелюб», он должен закрепиться у нас, но и в целом наше старшее поколение должно быть и здоровым, и активным, и долголетие свое проводить в активных занятиях культуры, спорта, какой-то общественной нагрузки, поэтому мы должны об этом думать уже сегодня. «Море, как в Сочи, тем не менее, на 4-го, 22% увеличение, это уже 80 миллиардов рублей, решение это для нас новые партнеры в работе, и мы продолжили эту работу, современный отрасль туризма, множество, сынский туризм, все больше людей там, поэтому есть куда расти по всем этим направлениям. Вот, когда снижение смертности и лишнюю продолжительность жизни продолжается в Казани, нужно нам также подумать и на поддержку нашего старшего поколения. Их собственности, для них это очень...